МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Владимир Голанкин отправился на поиски пропавшего ребенка вечером в понедельник. О произошедшем он узнал из сообщества поисковой группы «Рысь». Это объединение волонтеров, которые занимаются поиском пропавших людей. Владимир созвонился с координатором, узнал, что нужна помощь, взял оборудование и поехал на место. Мне сразу сказали, где находится штаб, потому что там было два штаба, один из которых был штаб «Рысь» поисковый. Туда приехал, меня зафиксировали, с собой привез еще двух ребят. В группе был назначен старший, и, соответственно, когда группа была скомплектована, потому что моментально приезжали люди, быстро комплектовались группы, и люди выходили в заданный квадрат. Как рассказал Владимир, поиски были организованы на высшем уровне. Привлекли Росгвардию, спецназ, МЧС, полицию, кинологов. Ехали добровольцы со всей России, из Крыма, Казани, Екатеринбурга, со всех уголков нашей области. Люди везли с собой оборудование, еду, снаряжение. Кто-то приезжал на день, кто-то ехал на поиски после работы, проводя в лесу всю ночь. Приехали, во-первых, скажем так, люди, которым это не безразлично. Те люди, у которых действительно есть сердце. Люди социально ответственные, которые все вопросы, все проблемы, которые есть, они принимают их к своему сердцу и пытаются их решить. Если так будет везде и с каждым, то все будет здорово в нашем обществе. В каждой группе обязательно присутствовала женщина, потому что мужчин Зарина боится и могла не откликнуться на зов. Нашла ребенка группа добровольцев Ры, Сиратника, Национального центра волонтеров и корреспондента ННРУ. Они шли по густому лесу, по инструкции позвали девочку. И вдруг что-то услышали. Момент, когда нашли Зарину, попал на видео. Зарина, малыш, не бойся. Не бойся. Я у тебя к маме. Привет, милая. Привет, моя хорошая. Ура. Мы тебя спасли, моя зая. Заветные слова «девочка найдена живой» стали огромной радостью не только для тех, кто принимал участие в поисках, но и для тысяч людей, которые с замиранием сердца следили за поисками малышки. Девочка доставлена в Нижний Новгород для дальнейшего обследования и лечения в Нижегородской детской областной клинической больнице. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. С июля этого года в Сарове действует утвержденный губернатором повышенный предельный индекс роста тарифов. Если по области он составляет 3,8%, у нас 6,5%. Предельный индекс – это максимальный шаг роста общей суммы в платежках. В Сарове он выше регионального за счет большего увеличения тарифа на водоотведение. Компания «Рирсаров», выступившая с частной концессионной инициативой, обратилась в администрацию с просьбой предусмотреть возможность корректировки тарифов в рамках существующего предельного индекса в случае положительного решения о концессии Горводоканала. Администрация вынесла вопрос на рассмотрение депутатов. Превышения предельной платы граждан и предельного индекса не будет. То есть мы в рамках уже принятых ранее решения. Речь идет о перераспределении тарифа внутри этого предельника. Это связано с тем, что основной объем инвестиций идет в систему водоснабжения. Конечное решение по корректировке тарифов будут принимать РСТ и губернатор. Если предложение одобрят, тариф на холодное водоснабжение в этом году вырастет примерно на 4 рубля за куб. При этом снизится стоимость услуг по водоотведению, так что общая сумма в квитанции не изменится. В администрации подчеркнули, речь идет именно о возможности перераспределения тарифа. В случае одобрения губернатором решение вступит в силу только при заключении соглашения о концессии Горводоканала. Вот для того, чтобы региональная служба по тарифам имела основание рассматривать предложение концессионера в качестве для расчета валовой выручки, им необходимо вот это основание, что представительный орган готов, скажем так, на то, что такой тариф будет действовать на территории города в случае, если концессионное соглашение будет заключено. Впрочем, сами депутаты такое обращение губернатора с просьбой о корректировке тарифа в случае заключения концессионного соглашения считают преждевременным. Детали и сама вероятность концессии все еще обсуждаются. Поэтому цифры в соглашении могут еще не раз измениться. Что мешает на сегодня РСТ рассматривать то, что им поступило? В этом и смысл всего законодательства. Как будет заключено конституционное соглашение, так и будет быстро приниматься решение вслед этого или решение о конституционном соглашении. Во след принимается тариф, естественно, ну не тариф, а перераспределение. В итоге депутаты решили написать запрос в РСТ, в котором попросят региональную службу по тарифам в письменной форме обозначить юридические основания для обращения городской думы губернатору по вопросу корректировки тарифов. После получения ответа обсуждение вопроса продолжится. В департаменте образования прошла встреча руководителя администрации с активом родительских комитетов школы номер 10. Темой собрания стал капитальный ремонт школы и порядок обучения в новом году. Как рассказали чиновники, сдать здание в срок к 15 августа подрядчик не успел. За это предусмотрены штрафные санкции, которые будут усиливаться в случае отставания от графика. На помощь строителям направлены сотрудники муниципальных предприятий. Сейчас число работающих на объекте превысило 100 человек. После завершения ремонта в школе номер 10 появится обновленный пищеблок, лифт, оборудованная медиастудия, мобильный компьютерный класс. В кабинетах заменят всю мебель, установят интерактивные доски. Сдать объект в эксплуатацию планируют в первой учебной четверти. Как заверили представители муниципалитета в здании седьмой школы, где временно обучаются ученики школы номер 10, образовательный процесс по-прежнему будет организован без второй смены. В детском саду номер 44 по-прежнему идет ремонт. Контракт с подрядчиками заключили в декабре 2018 года. Согласно ему, уже в конце августа работы должны завершиться. Вопрос в том, успеют ли строители сдать объект в срок. Капитальный ремонт в самом разгаре. Меняют все – от пола до кровли. Стройка на объекте ведется почти год. За это время выполнили больше половины всех работ, говорят строители. За этот год было выполнено порядка 70% всего объема работ. На сегодняшний момент осталось выполнить порядка 20 миллионов неосвоенных денег. Полностью выполнили облицовку здания. На втором этаже завершили внутреннюю отделку. Монтировали часть оборудования в кухонный блок и прачечную. Второй этаж почти готов, чего не скажешь о первом. Разбитые лестницы, горы стройматериалов, а на некоторых стенах нет даже штукатурки. По договору срок сдачи объекта – 15 августа. С сентября детский сад должен был принять десятки детей. Однако закончить работы вовремя не удается. Подрядчик утверждает, что сроки строительства смещаются из-за проблем с финансированием. Были трудности с финансированием где-то в период с мая по июнь. Часть народа мы потеряли в связи с этим, разбежались. Ну и выполнение было минимальное. То есть не в проектных объемах, а значительно меньше. У специалистов еще много работы. На первом этаже подготовить стены и напольное покрытие. Установить двери. Снаружи заасфальтировать дорожки и посадить деревья. Детские площадки обустроят спортивными и игровыми зонами. Веселый детский смех здесь зазвучит еще не скоро. По словам подрядчиков, родные группы, дети и сотрудники детского сада номер 44 вернутся лишь к концу октября. Выполнят ли строители свои обещания в этот раз, покажет время. Наша съемочная группа будет следить за развитием событий. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Программа «Молодая семья» работает в Нижегородской области с 2006 года. Улучшить свои жилищные условия с помощью нее могут молодые семьи, в том числе и неполные, где супругам еще нет 35 лет. Также они должны быть признаны нуждающимся в улучшении жилищных условий и иметь достаточные доходы для приобретения жилья. В этом году 21 молодая семья уже получила свидетельство о праве на предоставление социальных выплат. Сейчас в области решается вопрос увеличения финансирования программы. В том числе будет рассмотрен вопрос по городу Сарову. Благодаря действиям администрации, конечно же, Алексея Викторовича, будет увеличено финансирование на эту программу в этом году за счет нашего бюджета, благодаря которому еще более 10 молодых семей получат свидетельство. Деньги в том числе можно направить на погашение уже существующей ипотеки. Сертификат выдается без привязки к месту работы. В этот раз документы получили работники МУП-сектора и клинической больницы, сотрудники ВНИЭФ и коммерческих предприятий. Они одинаково дороги городу и одинаково нужны. Поэтому мы очень сильно старались, чтобы это получилось. Очень много сил вложили. Мы очень рады тому, что это все состоялось. Мы вас поздравляем на всей души. Администрация Сарова окажет всем участникам программы юридическую поддержку на всех этапах совершения сделки по приобретению жилья. Более подробную информацию об участии в программах улучшения жилищных условий можно получить по телефону 9 90 57. Екатерина Опенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Онлайн-сервис «Умный Саров» начал работу в июне 2018 года. На одноименном сайте проекта горожане могут в том числе оставлять сообщения о существующих в городе проблемах. Также жителям доступен модуль «Транспорт». В режиме реального времени можно следить за перемещением автобусов и маршруток по городу. Разработано и приложение для мобильных устройств, в котором горожане пользуются, чтобы узнать, когда придет нужный им транспорт. Однако неоднократно сотрудники нашей редакции слышали от горожан, что не всегда приложение показывает правильно место, где находятся автобусы, время, через которое он придет. Мы решили выяснить, так ли это и насколько большое получается расхождение. На карте в приложении обозначены маршруты, которые проходят через остановку, ближайшую к пользователю. Можно отследить местоположение автобусов и маршруток и посмотреть время, через которое они прибудут. Если нажать на выбранный фиолетовый кружок с номером рейса, появится вкладка «Расписание», и вы увидите время, когда этот транспорт прибудет на ту или иную остановку. Мы находимся на остановке возле парка культуры и отдыха. Это оживленное место, где проходит много маршрутка автобусов. На часах 10.38, и мы попробуем дождаться какой-нибудь транспорт, отследив его с помощью приложения «Умный Саров». За время, которое съемочная группа провела на остановке, мимо прошло несколько маршруток, которые показывало приложение, и автобусы, прибытие которых стало сюрпризом. «Умный Саров» их не показывал. Видны были только несколько автобусов, стоящих на автостанции, и три автобуса, курсирующих по городу. Ну, как мы выяснили, дождаться маршрутку, отследить ее перемещение и прийти к назначенному времени, в принципе, реально. А вот автобусы, практически все из них, после выхода с автостанции, таинственным образом с карты куда-то исчезают. Ездят два-три автобуса на весь город, но на самом деле это не так, как вы видели. Мы стоим на остановке, автобус приходит, но приложение их не показывает. Непонятно почему. За разъяснениями о том, почему могут происходить сбои, мы обратились к директору муниципального предприятия телерадиовещания Никите Ванееву. Его организация – одна из тех, кто отвечает за обеспечение работы сервиса. Руководитель пояснил, что произошли технические неполадки, и специалисты работают над устранением проблем. В ближайшее время приложение вновь будет показывать движение всех автобусов. Канал 16 следит за развитием событий. Курская битва вошла в историю как самое массовое танковое сражение. С обеих сторон в нем приняло участие более 13 тысяч танков и самоходных орудий. Зинаида Ивановна Игрунина во время Курской битвы была фельдшером сортировочного отделения. Митсанбат, в котором она проходила службу, был причислен ко второй танковой армии. В лесу мы жили, палатка у нас была большая. Зинаида Ивановна рассказывает, что во время Курской битвы работы хватало. В Митсанбат привозили обгоревших, контуженных, раненых танкистов. Многих из них приходилось оперировать прямо на земле. Когда привозили раненых, полостные операции наши здесь, в таких условиях не делали полостные операции. А другие, и шины, и все, все это, все делали. И мобилизацию делали нижних, верхних конечностей. Там что-то тяжело раненых направляли в госпиталь. Зинаида Ивановна вспоминает, что на поле сражения отправлялись мужчины-фельдшеры. Они забирались на броню танка и ехали в бой, чтобы при необходимости оказать раненым первую медицинскую помощь. Направляли их на танки, чтобы наверху ездили. И они погибали. И здесь сказали, чтобы не направлять медработников так. В августе 43-го советские войска освободили территорию от фашистских захватчиков. И Зинаида Ивановна вернулась домой в Саратовскую область. В 1947 году женщина вышла замуж, и они вместе с супругом переехали в наш город. За плечами ветерана большой жизненный опыт и множество наград. Орден Отечественной войны второй степени, медаль за отвагу и за боевые заслуги. Сегодня Зинаида Ивановна готовится отметить 95-летний юбилей. Праздновать его она будет в кругу своей большой семьи. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Смысл выбранных цветов флага России не установлен достоверно. По одной из версий, белый означает свободу, синей Богородицу, покровительствующую Россию, красной державность. Другая версия говорит, что белый символизирует благородство, чистоту и мир. Синий – честность, небо и правду. Красный – смелость и великодушие русского народа. Каждый для себя выбирает вариант, который ему ближе. Родоначальником нашего флага является Петр Первый. Именно он издал указ о том, что белый, синий, красный флаг должен быть на всех торговых и всяких судах. Он начертал этот флаг о том, как он должен был выглядеть. Он определил полосы, он определил, какие цвета будут на этом флаге. Но почему именно эти цвета выбрал Петр Первый, доподлинно неизвестно. Во времена царствования Петра Первого знакомый нам триколор появился на торговых судах. Спустя полтора столетия российские императоры несколько раз меняли цвета государственного флага. Бело-сине-красное полотнище вернулось лишь в конце 19 века, чтобы уже в начале 20-го уступить место Красному знамени. В 1991 году, после августовского путча, триколор вновь признали официальным национальным флагом. А спустя три года, 22 августа, президент Российской Федерации подписал указ о дне государственного флага Российской Федерации. Наш государственный флаг на данный момент мы можем увидеть достаточно часто. Его можно увидеть и на государственных, правительственных учреждениях. Во всех школах сейчас есть флаг нашей страны. В детских садиках, также во время национальных праздников многие жители вывешивают флаги на свои дома. Ну и, конечно же, на военных и морских судах наш флаг тоже так же гордо развивается. Ко дню флага сотрудники структурного подразделения детской библиотеки имени Пушкина приготовили выставку «Великий флаг. Российский флаг», на которой юные читатели смогут узнать все об истории триколора. Первый год обучения – один из самых важных и сложных периодов в жизни каждого ребенка. Школа требует от детей мобилизации интеллектуальных и физических сил. Первокласснику приходится привыкать сидеть за партой практически в одной позе, не отвлекаться и следить за мыслью учителя. Поэтому необходимо время на адаптацию. Первые две-три недели обучения получили название так называемой «физиологической бури». В этот период на все новые правила, на все новые требования организм ребенка отвечает значительным напряжением практически всех своих систем. В это время многие первоклассники начинают болеть. Затем организм понемногу привыкает к нагрузкам. В среднем ребенок адаптируется к школе от трех до шести месяцев. В этот период очень важны поддержка семьи и правильно выстроенный режим. Важно помочь ребенку понять и принять позицию школьника. Чаще ненавязчиво беседовать с ним о том, зачем нужно учиться, почему в школе именно такие правила установлены, что будет, если никто не будет соблюдать данные правила. Можно, например, дома поиграть с первоклассником в школу. В период адаптации в поведение ребенка может появиться капризность, манерность или, наоборот, замкнутость и тревожность. Все эти внешние проявления начинают исчезать, когда ребенок привыкает к новым условиям. В этот период особенно важны взаимодействия родителей со школой. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Элегантная прическа, легкий макияж и погоны лейтенанта. Анастасия Порицкая даже в военной форме остается женственной. Единственная девушка-офицер среди прибывших в Саровскую дивизию выпускников не видел для себя другого пути. Только военная служба. Анастасия продолжает традиции своей семьи. У меня семейная династия. Начиная от дедушки и заканчивая братьями. Я с детства мечтала поступить в военный институт, стать офицером. С ранних лет она видела перед глазами пример своих родственников. Поэтому в военном институте стойко переносила все тяготы армейских будней. Изначально было сложновато, но постепенно все как-то стали дружить между собой. И стало намного легче. Если Анастасия продолжает династию военных, то лейтенант Андрей Павлов, возможно, положит начало семейной традиции. Андрей родом из Якутии. От Сарова до его малой родины почти 7 тысяч километров. Карьеру и на службу, чего он выбрал осознанно. Детство я мечтал стать военным. И с 5-го класса по 11-й класс я учился в кадетской школе. Далее я проходил службу по призыву. Вернувшись из армии, Андрей решил поступить в военный институт и стать офицером. 5 лет в УЗИ пролетели незаметно. Медали на Ките летят оценкой его достижений во время учебы. Теперь для лейтенанта Павлова начинается новый этап жизни. В Саров он приехал две недели назад. Была теплая погода. Мы со своими одногруппниками приехали. Нас ожидала буря волнений. Мы не знали, как нас встретят, но встретили нас тепло. Младших офицеров разместили в новом общежитии на территории дивизии. Здесь есть все для полноценного бытового на служащих. Двухместные комнаты, кухня, санузел, душ. Условия близки к спартанским. На первые несколько месяцев этого достаточно для обустройства на новом месте службы. В этом году ряды Саровской дивизии пополнили специалисты различных направлений. Связисты, инженеры, медики. Большую помощь на первых порах им оказывает председатель Совета ветеранов дивизии Виктор Сазонов. Он приехал в наш город на службу 58 лет назад и помнит, как встречали тогда выпускников. Примерно так, но не с таким большим вниманием старших командований, дивизий, полков, как сейчас. Сейчас очень внимательно подходит каждому выпускнику. Пока лейтенанты знакомятся с воинской частью, ее традициями и славным прошлым. Впереди у них боевые будни, дежурство, подъем по тревоге, учения. Как сложится судьба каждого из них, сказать сложно. Служба в Саровской дивизии – это лишь первый ступень в их карьерной лестнице. Елена Грязкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Мария Воеводина и Юлия Пичугина вместе с сотрудниками госавтоинспекции смело подходили к посетителям поликлиники, чтобы вручить им памятки с правилами перевозки детей и светоотражающие предметы на одежду. Волонтеры призывали быть осторожными на дорогах и соблюдать требования ПДД. Также добровольцы провели беседу с родителями на тему «Ребенок в кресле». Рассказали о том, что детей необходимо перевозить только в специальном удерживающем устройстве с соблюдением всех норм и правил безопасности. Это очень замечательная акция. Нам понравилось, что ваши волонтеры общались с детьми. Им выдали светодиодные отражатели и объяснили нам, для чего все это необходимо. Акции «Жизнь ребенка бесценна» в Сарове проводится традиционно. Ее цель – напомнить взрослым о важности соблюдения правил дорожного движения. Рост дорожного транспортного происшествия с участием детей и в нашем городе, и на территории Нижегородской области. Это говорит о том, что не все родители соблюдают правила дорожного движения, продолжают нарушать правила. Поэтому мы постоянно напоминаем. Осенью сотрудники госавтоинспекции вместе со школьниками проведут беседу с горожанами на тему «Пешеходный переход». Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Выставка «Молитвы Отечеству служили» посвящена предстоятелям Русской Церкви. Портреты выполнены в технике выжигания по дереву или пирографии. Автор картины – ученица 10-й школы Мария Кяшкина. В экспозиции представлены не все портреты патриархов. Всего их 17. Некоторые отправлены на конкурс. Работа довольно огромная. И заняла она мне, наверное, где-то месяца 4-5. Но это с перерывами. В основном я выжигала прошлым летом. Создавая галерию портретов, Мария использовала обычную фанеру из магазина стройматериалов. Мастерство владения техникой выжигания позволило девушке точно прорисовать черты лица и передать характер священнослужителей различных эпох. Я всегда в свои работы вкладываю труд, свой интерес. И ни одна из моих работ мне показалась какой-то трудной. Познакомил Марию с техникой пирографии ее классный руководитель – учитель технологии Газинур Кабдулин. Он считает, что выжигание по дереву – сложная техника. И во всем мире очень мало художников, которые выполняют портреты методом пирографии. Когда вы рисуете картину, вы можете пользоваться различными цветными гаммами. Здесь нет. Здесь только у вас один цвет. Только можете играть тенями. По словам педагога, Мария очень точно уловила все нюансы техники выжигания по дереву и уже применяет собственные наработки. В планах у школьницы научиться рисовать пейзажи пирографом и представить саровчанам всю серию портретов. А их в коллекцию Марии уже несколько десятков. Посетить выставку «Молитвы отечеству служили» можно в часы работы в библиотеке до 5 сентября. Для лиц старше 12 лет. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Отобразить характер героев, их образ жизни, искренние эмоции позволяет лайфстайл-фотография. Это направление набирает все большую популярность в современном мире. В нашем городе лайфстайл-фотографией занимается Екатерина Феоктистова. Она взяла в руки камеру 5 лет назад. Сначала фотографировала домашних на обычный фотоаппарат, потом купила полнокадровую технику и стала снимать друзей и знакомых. Я за живую фотографию долго себя искала в течение этих 5 лет. Много всего перепробовала, пыталась снимать и портреты, и вообще разные. Но поняла, что мне интереснее видеть жизнь, как она есть. Мои даже семейные съемки – это минимум постановки. На фотографиях Екатерины – те самые бесценные и неповторимые моменты из жизни ребенка. Здесь бои подушками, катание на спине у папы, задувание свечей на торте в день рождения, первые спортивные успехи и завоеванные награды. А еще искренние улыбки и объятия детей и родителей. Я не люблю, когда мамы, например, сажают ребенка и говорят «держи спину ровно и улыбайся, пожалуйста». Нет, это мы стараемся убирать со съемок, пресекая всячески, потому что дети сниматься не хотят, дети хотят играть. Поэтому нужно их развеселить, заставить их играть, бегать, прыгать, тогда и кадры получаются живые. Как считает Екатерина, именно лайфстайл-съемка показывает уникальность и неповторимость каждого мгновения нашей жизни. Задача фотографа при такой съемке – уловить те самые важные мелочи, привычки и нюансы, которые складываются в счастливые будни. Екатерина Опенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24. Принять участие в международном грантовом конкурсе «Православная инициатива» сотрудники детской библиотеки имени Пушкина мечтали давно. К масштабному мероприятию они начали готовиться несколько месяцев назад. Разработали и отправили на конкурс концепцию проекта «Пушкин и православие», который стал победителем в номинации «Культура». Ключевым событием этого проекта стало создание виртуального пособия в помощь педагогам и руководителям детского чтения, всем заинтересованным. Это пособие можно найти на сайте библиотеки. В виртуальном пособии можно посмотреть уникальную выставку книг «Путь к православию». В ней представлены произведения и биографии Александра Сергеевича Пушкина. Создавать виртуальное пособие сотрудникам библиотеки помогала волонтер и активист библиотеки Арина Ходорева. На протяжении нескольких месяцев девушка переводила работу участников конкурса «Пушкинский цитатник» в формат интерактивных открыток. На каждый плейкас мне нужна была какая-то картинка, какой-то фон, и это должно было не повторяться, чтобы это было как-то интересно и индивидуально для каждого участника. Поэтому мне приходилось искать много портретов Александра Сергеевича Пушкина, как-то совмещать это все, подбирать шрифты, подбирать цвет. Финалом проекта «Пушкин и православие» станет театрализованное представление, которое пройдет 28 августа в 16.00 в детской библиотеке. На праздники подведут итоги «Пушкинского цитатника» и наградят победителей конкурса. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. «Открой для себя себя» под таким лозунгом прошла заключительная встреча проекта НЛО. С помощью интерактивных и психологических игр сотрудники библиотеки имени Пушкина объяснили ребятам, как важно каждый день делать новые открытия о себе самом. Наша задача сегодня показать, что все, что мы делаем, мы сможем сделать, если мы будем почаще говорить себе, я могу, я попробую, у меня все получится. Именно такая задача нашего сегодняшнего мероприятия. За три теплых месяца проект «Необычное летнее открытие» посетило более 150 человек. На финальной встрече самых активных участников наградили дипломами и памятными подарками. Я люблю эту библиотеку, потому что тут очень интересно и познавательно. И тут я открываю для себя, открываю чуть-чуть для себя этот мир. Мне очень нравится библиотека, потому что я нашел здесь много новых знаний, очень много книжек новых узнал. Больше всего я люблю вот эти мероприятия, потому что там очень интересно рассказывают, ну и очень познавательно там. Проект «Необычное летнее открытие» завершил свою работу. Сотрудники детской библиотеки имени Пушкина готовят для ребят новые интерактивные программы, которые пройдут в начале учебного года. Более подробную информацию о проектах можно посмотреть на официальном сайте библиотеки. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Надеть шлем и спасательную каску и сесть за руль пожарной машины – заветная мечта почти каждого мальчишки. Для ребят из клуба «Вместе с мамой» она стала реальностью. Праздник детям подарили сотрудники пожарной части номер 7. Пригласив гостей на экскурсию, они не просто рассказали о своей работе, но и дали возможность ребятам почувствовать себя настоящими спасателями. Мне больше всего понравилось применять теплоотражающий костюм. В нем пожарные тушат дома при высокой температуре. Мне понравилось больше всего, как на меня одевали шлем. То есть, понравилось, как мы осматривали машину, нам рассказывали о ней. Я узнала то, что пожарные тоже отдыхают. Раньше я думала, что у них нет комнаты отдыха. Еще также я узнала об оборудовании пожарной машины. Скучные лекции об опасности игр с огнем не работают. Это уверены сотрудники пожарной части. Дети должны своими глазами увидеть, как непроста служба спасателей. После таких экскурсий ребята, как правило, делают правильные выводы. Чтобы дети, наверное, стремились к чему-то, чтобы вести пропаганду. То есть, у нас же есть такое направление, как пропаганда спасательного дела. Чтобы они знали, как обращаться с огнем и о последствиях, если они будут неправильно с ним обращаться. В завершении экскурсии сотрудники седьмой пожарной части показали ребятам, как работает спасатель в экстремальных условиях. А клуб вместе с мамой готовит для своих участников новые увлекательные мероприятия. С программой занятий и экскурсий можно ознакомиться в группе ВКонтакте «Семейный клуб вместе с мамой». Ирина Вашегородцева, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин